Здравствуйте! Решим задачу на определение направления самопроизвольного протекания реакции. Задача 672. Указать в каком направлении могут самопроизвольно протекать следующие реакции. Это задача, кажется, из учебника, ой, из задачника по химии Глинки. Так, вот три реакции дано. Ну, давайте, чтобы решить эту задачу, вернее, чтобы определить, могут ли эти реакции протекать самопроизвольно или нет, возьмите чистый лист бумаги, ручку и запишем первое. Это решение. Решение. Ну и давайте выберем стиль записи. Значит, мы будем просто писать А. Значит, А это первую реакцию. Рассматривать будем первую реакцию. Нужно, прежде всего, надо составить для каждой реакции уравнение электронного баланса. Значит, записываем. Составляем уравнение электронного баланса. Почему именно уравнение множественного числа? Потому что должен быть баланс отдачи электронного и присоединения электронного. Значит, должно быть два уравнения. Один уравнение показывает отдачу, другое показывает присоединение электронного. Причем, отдача электронного всегда пишется первая. Ну, давайте смотрим. Здесь изменение степени окисления. В перекосе степени окисления кислорода минус один. Значит, в нейтральном атоме кислорода минус... Ой, нулевая. Такое, значит, в данном случае минус один изменилось на нулевую. А вот здесь вот в кислоте хлорной, значит, это как было минус два, так и как и в воде. То есть, не изменилось. Водород тоже не поменял свои степени окисления. Везде плюс один, плюс один. А вот хлор изменил степень окисления с плюс один до здесь вот хлор минус один. Ну, давайте составим. Значит, определим сначала, как это... Ну, вот я пока вы не пишете, я рассуждаю. Я пишу вот первое. Первое. Допустим, я пишу кислород. Так. Атом кислорода. Значит, пишу степень окисления какая? Минус один. Так, и должно получиться у нас атом, должен получиться атом кислорода со степенью окисления ноль. Я же просил вас, вы не пишете, просто наблюдаете. Так, расставим коэффициенты. И у нас что? Чтобы атом из степени окисления кислорода минус один превратился в нейтральный атом, нужно что сделать? Нужно, чтобы этот атом отдал один электрон, который у него лишний здесь присутствует. Он его отдает, значит, минус электрон. Вот. Но у нас же, вот смотрите, по формуле здесь два и здесь два. Значит, два атома кислорода отдают и превращаются в два атома нейтральный. Вот и все. А уже вот это дальше мы не пишем. У нас в данном случае, у нас уже получается, сколько? Минус не один электрон, да? Это минус, а два электрона. Два электрона. Вот теперь вот это вот. Вы ничего не пишите, просто наблюдайте. Дальше мы должны определить по таблицам стандартных электронных потенциалов, потенциал вот этой вот системы. Или отдача, или придача. Ой, присоединение или отсоединение электрона. Какой потенциал? По таблицам, когда мы посмотрели, у нас получается, и обозначим его Е1. У нас получается, что он равен, это плюс 0,68. 0,00, значит, у меня это уже записано. Я нашел, а вы сами. Вы мне просто поверьте. 0,68. Тихо, что... 0,68 вольт. Так, все записали первое. Второе, первое уравнение электронного баланса, это отдача электрона. Так, теперь второй атом у нас хлор поменял степень окисления. Вот здесь хлор плюс, плюс, сколько? Плюс 1. Кислород минус 2, значит, у водорода плюс и хлора плюс. Значит, хлор здесь будет плюс 1. Так, пишем. Хлор. Так, хлор. Хлор плюс 1. Так, чтобы он стал... Вы не пишите, просто мы рассуждаем. Чтобы он стал хлор, значит, с минусом 1, минус 1. Он должен что сделать? Присоединить сколько электронов? 2. Давайте я индексы расставлю. Тогда нам будет более легче как-то воспринимать и лучше видеть. Вот. Правильно? Значит, чтобы плюс 1, он 1, у него одного электрона не хватает, когда-то он присоединяет, будет нейтрально. Значит, еще один присоединяет, будет минус 1. Значит, здесь мы пишем плюс. Сколько электронов? 2, один электрон и второй электрон, 2 электроны, присоединяет 2 электрона, 2 электрона, вот. И превращается вот такой. Все. Мы пока остановились и рассуждали, вот это вот уже записали правильно. Так, теперь, есть такое правило, что количество отданных электронов должно быть равно количеству принятых. У нас 2 отданных и 2 принятых. Значит, все, ничего не надо делать. Просто находим, тупо ищем по таблице. А таблицу забиваем в поисковик любой, стандартные потенциалы и системы. И находим для хлора, для этой вот системы, хлор, это уже будет потенциал 2. Он, знаете, чему равняется? Плюс полтора. О, плюс полтора. Это полтора. Все. Ну, давайте я проиндексирую. Все наши действия мы сделали правильно. Все уравняли везде. Электроны мы уравняли. Это и есть уравнение электронного баланса. 2 отданных, 2 принятых. Значит, все нормально. Потенциалы мы нашли по таблицам. Ну, и теперь просто смотрим. Из этих вот уравнений электронного баланса следует, что Е1 меньше Е2. Значит, реакция идет в сторону, в прямую сторону. То есть, слева направо. Ну, давайте запишем. Из уравнений, из уравнений, из уравнений, реакций, реакций электронного баланса. Так, баланса вытекает. Давайте лучше запишем. Следует. Следует. Из уравнений, из уравнений, реакций электронного баланса следует, что что Е1 так, Е1 Е1 меньше Е2 Е2 Так, ну, давайте я проиндексирую. Так, Е2 Поэтому реакция будет куда? Будет протекать слева направо. Давайте пишем. Поэтому Реакция протекает, протекает. Ой, боже мой. Ну, это, ребята, у меня такая ошибка. Это болезнь моя. Поэтому 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 Реакция Реакция Самопроизвольно Самопроизвольно Извольно Протекает 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 слева Слева направо. Давайте запишем Слева На Право Значит В сторону В сторону Прямой реакции Ну, вот и все Молодцы Прямой Реакции О! Точку ставим Все Определили Что задача Это уравнение А Самопроизвольно Протекает В сторону Прямой реакции Так Следующий У нас будет А давайте Вот так С пропуском Следующий У нас будет Это Б Пишем Б Конечно Прыгнул Это же Верт Так Ну и что У нас Рассматриваем Эту реакцию Нас Нас Не Интересует Эта реакция Уже Полностью Написана Коэффициенты Все Растали Поэтому Нас Интересует Только Изменение Степени Окисления Ну Тут Точно Так Она Здесь Если У кислорода Всегда Минус 2 2 На 3 Будут 6 Минусов 1 Водород То есть Мы Коэффициенты Не Рассматриваем Просто Смотрим То Получается Сколько Один Йод С Плюсом Йод С Плюсом Так Ну Что Ж Ну Давайте Значит У нас Точно Так же Давайте Это У нас Вот Это Как Перекись Точно Так же Будет Вот Так Точно Так же Электронный Баланс Будет Такой Поэтому Вы Просто Смотрите А я Сачкую Немножко Я беру Копирую Я его Потом Нарисуйте Сейчас Пока Не рисуйте Вот Что Мы Написали Да Так Теперь У нас Идет Йод Смотрите Здесь Йод Рассуждаем Пишем Йод 2 Йод 2 Нам Известна Степень Окисления Да Это Нулевая Давайте Я Сейчас Так Вот Я Проинфиксирую И Ноль Вверх Индекс Вверх Так Вот Вот смотрите У нас здесь Это 2 атома Да Можете так и оставить Но лучше будет Если мы его не так Запишем А вот так Тут же 2 атома Молекулы Это у нас Как бы Равняется Значит А здесь У нас Йод Степень Окисления Плюс 5 Пишем Значит Йод Плюс 5 Я же просил Вас не писать А просто Смотреть Молодцы Плюс 5 Вот Превращается В нейтральный Атом Но их же 2 Значит Тут тоже Должно быть 2 А чтобы Один атом Йода Превратился В нейтральный Атом Один атом Йода Один элемент Йода Значит Со степень Окисления Плюс 5 Превратился В йод Нейтральный В нулю Степень Окисления Ноль Нужно Что сделать Присоединить Нужно Присоединить Плюс 5 Электронов Я же У него Не пишу Ничего Вот так Как у нас Их 2 Здесь Тогда не 5 А сколько 10 Электронов И вот У нас Получается Вот такая И вот Интересная Запись Вот Записали Но теперь У нас Здесь Количество Отданных Электронов По закону Электронного Баланса Должно быть Равно Количеству Принятых Она Здесь Отданных 2 А принятых 10 Значит Надо Поменять Местами Сюда Пишем 10 10 И вот Так Вот Черточку Вертикальную А эту 2 Поставим Сюда Так 2 Черточка Вертикальная Ну и Как бы Их Немножко Так Вот Выровняли Теперь У нас 10 на 2 Умножаем Будет 20 2 на 10 Будет Тоже 20 Значит Все Электронный Баланс Найден Но у нас Здесь Четные Числа Четные Числа Можно сократить Ну давайте 10 сократить На 2 На какой На 2 Конечно Значит У нас Получается 5 5 А если Мы 2 Сократим На 2 Получается 1 Ну давайте Я тут Вот это Все Сейчас Выровняю Вот Постую Аккуратненько О Вот Видите 5 1 Теперь 10 Отдано И И 10 Принято Все И находим Эту По таблицам Находим Значит Потенциал Ну естественно У нас будет Он обозначаться Е2 Так Е2 Значит Равно По таблицам Мы нашли Что он Равен Плюс 1 1 1 1 19 19 19 Вольт Вот Вот Чик Чик Все Вот теперь Можете Записать Это уже Правильная Запись Видите Классно Так Теперь Из Уравнений Электронного Баланса Следует Что Е1 Тоже Меньше Чем Е2 Значит Реакция Идет В сторону Самопроизвольно Протекает В сторону Прямой Реакции Ну Я Как бы Сочканул Вот это Все Вот это Все Скопирую А вы Сейчас Все это Зарисуете Аккуратненько Все это Зарисуете Молодцы Так Следующая У нас Это Реакция У нас Следующая Это В Так В Вы Ну Мы тоже Для нее Напишем Составляем Уравнение Электронного Баланса То же самое Я Конечно Сфотографирую Ну Как бы Скопирую А вы Вот Ну Давайте Начнем Третью Реакцию Рассмотреть Здесь Смотрите Здесь Степень Окисления Тоже Меняет Йод И кислород Ну Так же Само Только В данном Случае Кислород Меняет Пероксид Водорода Минус Один Меняет На Минус Два Отличные Правильно А здесь С нуля Меняет На Плюс Пять Йод Ну Как бы Это Записать Значит Нам Нужно Определить Какой Элемент Будет Отдавать Электроны То Первый И Пишется В данном Случа У нас Смотрите Что Нейтральный Атом Пишем Он же Нулевой Пока Пишите И Рассуждаем Нулевой Степени Так И Получается Что Вот Что Он Стал Атомом Со Степенью Плюс Пять Так Вы Ничего Не пишите Просто Смотрите Плюс Пять Плюс Пять Атом Что Нужно Сделать Чтобы Нейтральный Атом С Нулевой Степени Проротился Плюс Пять Нужно Что Сделать Отнять Пять Электронов Правильно Отнимем Пять Электронов Пять Электронов Отняли Вот Но у нас Тут По уравнению Реакции У нас Получается Здесь Два Электрона То есть Два Атома Йода Давайте Так и Запишем Не просто Мы У молекули Два Атом Наши Пишем Два Атома И Здесь Тоже Тогда Должно Получиться Два Атома А Два Атома Уже Каждый По Пять Значит Десять Электронов Вот Такая Вот Схема И Находим Это Е Один Чему Будет Равно Мы Уже Знаем Чему Это Будет Равно Плюс Плюс Одна Целая Одна Целая Девятнадцать Вольт Вольт О Ну Проиндексируем Вы Пока Не пишите Просто Смотрите Берем Следующий Значит В этой Реакции Вот В третий Пероксид От Минус Один Меняет До Минус Два Ой В этой Вот В третьей Третьей От Минус Один До Минус Два Так Ну Тут Тоже Минус Два Вот У нас В данном Случа Это Как бы Вода Перекись Превращается Воду А Йод Превращается Йод Йода Три Так Ну Давайте Рассуждаем Пока Ой Извиняюсь Значит Кислород Кислород О Минус Один Получается Кислород Кислород С Минус Два Так Давайте Сейчас Я Проиндексирую Чтоб Вам Было Понятно Так Все Вот Смотрите Чтобы Из Минус Один Превратился В Минус Два Что Нужно Отдать Еще Один Электрон Отдать Согласны Отдать Один Электрон То То есть Один Электрон Все нормально Но у нас У нас В пероксиде Тут Два Электрона Два Два А здесь Два Так Вот Отдать И тогда Сколько Будет Два Атома Отдадут Значит Общее Количество Будет Два Электрона Ну Давайте Найдем По Этой Таблице Наносить Потенциал Два Он Ребята Оказывается Под Обличным Данным Будет Плюс Одна Целая Семьдесят Семьдесят Ну Семьсот Семьдесят Один Я беру Семьдесят Один Вольт Все Нашли Правильно У нас Нужно Уравнять Электронный Баланс Надо составить Мы Составляем Уравнение Электронного Баланса Значит Здесь Меняем Два Сюда Так И столбик Так Десять Сюда И В столбик Ой Черточка Или Столбик Так Вот Ну И сокращаем Два А Давайте Выровняем Вот Так Вот Значит Два На Меньше Кратно Два Десять Разделим Два На Два Будет Один А Десять На Два Будет Пять Значит Здесь Будет Один Так Здесь Будет Десять На Два Будет Пять Ну Давайте Я Сейчас Построю Как Бы Это Как Бы Вот Так Вот Так Раз И Вот Это Вот Сюда Раз Раз О Вот Ну И Смотрим Что У У нас То же Самое Получается Что Вот Это Вот Это В Обычных Условиях Прямая Реакция Так Как Е1 Меньше Е2 То Прямая Идет В сторону Прямой Реакции Значит Эта Реакция Протекает Самопроизвольно В Обычных Условиях Ну Я Как Горица Это Как Вам Сказать Фотографирую Туточка Ну Нам А Теперь У нас Ответ Значит Указать В каком Направлении Могут Самопроизвольно Протекать Следующие Реакции Ну У нас Можно Записать Таким Образом Все Три Реакции Все Три Реакции Таким Образом Можете Записать Таким Образом Или Вывод Давайте Запишем Лучше Выводы Выводы Всегда Пишутся Не в единственном Числе А в множестве Даже Если Один Вывод Так Таким Образом Таким Образом Ну Давайте Так Все Три Реакции Все Реакции Все Три Реакции Реакции Самопроизвольно Самопроизвольно Протекают В сторону Прямой Реакции Ну я так записал Вы можете написать так Что в обычных условиях Все три реакции Самопроизвольно Протекают Вот и все Все Задача решена Вот Значит Ребята Вот это Вот Вот эти вот Единицы Почему Минус Впереди Ставится Потому что Это не заряд А степень окисления А степень окисления Вот Минус 1 Здесь Плюс 1 Степень окисления Всегда Пишется Нулевое Пишется Без заряда А вот Минус 1 Или плюс 1 Ставится Минус или плюс Ставится впереди Понятно А если бы Мы брали заряды То тогда Мы бы составляли Уравнение Ионно-электронного Баланса В данном случае Это уравнение Просто электронного Баланса Мы выравнили Просто Электроны А если мы брали бы Ионы То это было бы Уравнение Ионно-электронного Баланса Поэтому я всегда Ругаюсь Со всеми Особенно с преподавателями И говорю им Что нужно писать Вот это Уравнение Электронного Баланса Остальные Нужно писать Уравнение Ионно-электронного Баланса А если вы Получается Молекула То еще Правильнее Написать Ионно-молекулярного Электронного Баланса Это не важно Не суть Все задача решена Вам понятно как В данном случае В данной задаче Вот Как бы Взят пример Когда Мы определили Что все Реакции Могут протекать Самопроизвольно В обычных условиях То есть Е1 Всегда Меньше Е2 Но есть же и другие Реакции Которые не могут Протекать Самопроизвольно Это мы рассмотрим Уже в другой Другой раз Так как Эта задача Взяла С авторитетного Задачника Химии Такого Ученого Как Глинки То я Ее не стал Менять В общем Понравилось Лайкайте Пишите Комментарии Пользуйтесь Всего вам хорошего До свидания